Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу разобраться в ситуации, я одинокая мама, живу в большом городе, мне 47 лет. У меня есть и необходимое для жизни и в жизни, для полноты мне говорят хорошие гармоничные отношения с мужчиной. Не так давно отдыхаю в другом городе, я познакомился с мужчиной, 52 лет, который оказался мне очень приятен и симпатичен. В браке я находился около 20 лет, последних из которых, по его словам, уже были ни на что не похожи, 8 последних. Его детям 22 года, сыну и 15 лет дочке. Было немного странно, что уже при втором свидании он повез меня показать на свою дачу, затем квартиру пустую, которую недавно приобрел. Не совсем была ясна мне цель этих показов, в принципе он человек цельный, не имеет вредных привычек, заботливый сын. Много умеет делать своими руками, я полагаю, для многих женщин он был бы прекрасным вариантом. Мне было очень приятно общаться с ним. Перейти к чему-то большему, просто не было времени, все осталось на уровне симпатии. Вдруг к концу свидания он говорит мне, что живет 2 года с родителями, а баба, что он не разведен. Штамп у него стоит там. Наверное, должна была бы сразу с ним распрощаться, но не вышло. Очень приятно было провести с ним время до этого момента. Затем я уехала, и мы остались в ежедневной онлайн-переписке и видеозвонках. В какой-то момент я заговорила с ним о его статусе, с одной стороны понятно, что мы виделись только 2 раза, с другой стороны я его спросила больше гипотетически-теоретически. Мой вопрос звучал так, если жена подховет обратно, так не вернешься. Он начал говорить, что не зная, за 2 года она его ни разу не позвала, с другой стороны он думает, что ради детей имела бы смысл. С третьей, у него на нее сильная обида за многие вещи. В общем, я ответил на это все, что не хочу брать время на посту интернет-общения, понимая, что в любой момент человек может вернуться к жене, но мне это просто не нужно. Он тут же сменил блатинку, стал писать, что наше общение, и знакомство для него многое значило. Что он считает это подарком судьбы. Что понимает, что нельзя где-то перевернуть эту страницу своей жизни, и что к жене точно не вернется. В конце концов, он сказал, что очень хочет приехать в мой город, чтобы пообщаться со мной, потому что двух встреч очень мало, чтобы сделать какие-то выводы, и принять решение. С этим я, конечно, согласен на все стол. С другой стороны, он действительно часто, и много мне пишет, он вкладывается в общение, эмоционально отдает мне свой временный ресурс. Мой вопрос следующий, почему мужчина живет уже 2 года с родителями, но ничего не меняет глобально. Что может мужчина остановить, сделать такой шаг, остановить, совершить такой шаг, как развод? Или он на самом деле надеется на восстановление отношений с женой? Я понимаю, что процентный ответ на вопрос никто не даст, но хотя бы порассуждать на эту тему. Видите ли, в чем штука? Аноним. Мы психологи, и мы не занимаемся рассуждениями. Штука в том, что мы помогаем людям решать свои проблемы. То, о чем вы нас здесь спрашиваете, по крайней мере, ваши вопросы, это не ваша проблема. Это проблема мужчины. То есть, вы интересуетесь мужчиной, компенсируя свои проблемы. Это первое. На сколько всего обратит ваше внимание. Второе, на что хочу обратить ваше внимание. Вы говорите, вы говорите. Мне не хватает отношений с мужчиной, говорите вы. И окей, я вам верю. Но то, что вы описываете, больше сводится к тому, что мне не хватает брака. Понимаете? Мне не хватает замужества. Вот что вы в этом смысле говорите. То есть, речь идет не про мужчину, не про личностное общение, на которое вам, судя по тому, что вы описываете, жаль тратить время, если нет какой-то перспективы. А вам нужен брак. Понимаете? И штука в том, что это не одно и то же. Штука в том, что когда человек хочет брака, он хочет придать некую социальную форму отношений. То есть, отношения ему нужны для социального статуса. А не как естественное развитие, а может быть, и не развитие отношений. В результате личностного взаимодействия. Вот, сейчас вы думаете, что единственным препятствием на пути развития ваших отношений, это его штамп в паспорте. А я так не считаю. Мне, например, кажется, что одним из препятствий для развития ваших отношений является то, что вы к мужчине относитесь как к варианту, а не как к личности. Я немножко сейчас утрирую, но выглядит это именно так. Для меня это выглядит так, что вы, в первую очередь, ищите брака, надежности, тестостеральной мышины и, в общем-то, отсутствие какой-то угрозы. При этом нужно понимать, что вам не по 18 лет. И, скорее всего, у любых партнеров, которых вы сейчас встретите, и которые вам покажутся привлекательными, будет какое-то прошлое за плечами. И это прошлое вам нужно будет принимать. Но понятно, что насильно принять что-либо никого не достать. И это и не нужно. Но принимать в прошлое кого-либо значительно легче, когда общение выстраивается, как я уже говорил, на основе личностных взаимодействий, личностного взаимодействия, а не истории про то, что я выбираю для себя наилучший вариант. Большой и сравниваю себя с другими женщинами. Когда вы говорите, что для многих женщин он был бы идеальным вариантом. Наконец, бросается в глаза то, что вы не готовы общаться, что называется, просто так. То есть вы не готовы общаться, ну, просто ради общения. Ну, не хотите вытратить время, как вы говорите. Это на корню убивает любую возможность личностного взаимодействия, когда я себе ставлю цель. Парадоксально, но все самые лучшие вещи, в том числе в отношениях, все самые лучшие вещи, происходят именно тогда, когда цель никакой не ставят. Когда нет каких-то заранее завиданных надежд на общение, на человека. Когда мы просто существуем здесь и сейчас, и наслаждаемся друг другом. И вы можете сказать, например, что у меня нет столько времени, что я не готова тратить, как бы, свое время. Но, в таком случае, у вашего поведения, в таком случае, у вашего взаимодействия с мужчинами будут нюансы. И это нюансы, именно такие, которые вы описываете. То есть, это те самые вот нюансы, которые, которыми вы сейчас сталкиваетесь. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы, как вы сказали сами, одинокая мама. И нет, дело не в том, что вы не можете быть одинокой мамой. Но дело в том, что одинокая мама – это следствие определенного поведения. Как минимум, это следствие выбора партнера. Как минимум, это столкновение травмирующей ситуации. Как минимум, это невозможность выстроить и сохранить отношения. И это не может пройти для вас бессмертно. Опыт показывает, что человек, который развелся, или который пережил, прожил, распад отношений травмировать. Боится повторения травмы, пытается все контролировать и лишается естественности в своем поведении, что напрямую влияет на его построение отношений с другими. Вот и здесь, вы говорите, мне показалось странным, что он повез меня что-то показывать. Дома и что-то еще, неважно. Почему вам это показалось странным? Потому что у вас есть концепция того, как должен вести себя мужчина. Но показал, показал. Вы не можете относиться к этому просто как к какому-то факту. Вы относитесь к этому с точки зрения чего-то. А общение с людьми так не происходит. По крайней мере, конструктивно, доверительно взаимодействовать с людьми. Так не происходит. Такая штука. И вот в этом смысле, на мой взгляд, вам и нужно работать в данных направлениях. Понимаете? И не так важно не так важно бросить мужчина свой статус или нет. Не так важно разведется он окончательно с женой или нет. Если вы будете вести себя естественно, если вы будете собой, если вы продемонстрируете мужчине, какая вы, но не в ожидании чего-то, а потому что вы хотите такой быть? потому что по-другому вы не можете. Вот в таком случае ситуация для вас будет складываться. Куда более позитивно. Ведь в целом чувствуется ваша скованность, чувствуется ваше напряжение. Ну и наконец последнее. О чем хотелось бы сказать. Последнее. Вы говорите, что вам не хватает гармоничных отношений с мужчиной. Мужчина. Что вы имеете ввиду под не хватает? Чего именно вам не хватает? В зависимости от нехватки это ваши потребности и работать с ними с вашими потребностями нужно соответствующим образом. То есть чего вы хотите вообще вообще? Что вам нужно вообще в данной ситуации? В данном случае в чем вы нуждаетесь? Вот на эту тему тоже я хочу вам предложить подумать. Одно дело это интимная сторона вопросов другое дело это социальная сторона вопросов третье дело это духовная сторона вопросов и так далее. знаете ведь совершенно очевидно что на данный момент у вас нет такого что вы просто хотите человека какого-то человека делать счастливым. ну не хотите вы даже время на него свое тратить как вы выражаетесь бесперспективно не готовы пытается себя обезопасить. Вот. Так я бы не сказал что здесь про любовь про ваше желание что-то что-то для человека делать. Вот вы говорите что он вам приятен и симпатичен. Это хорошо конечно. Но давайте подумаем а что вы вкладываете в эту сторону что вы вкладываете в то что вам кто-то приятен. Ведь это очень достаточно важный момент. Не путаете ли вы приятность ну вот человека да для себя чем-то другим. Например с возможностью что-то для себя получить. Это неплохо поймите. Неплохо что вы хотите что-то получить. Неплохо что вы пытаетесь что-то реализовать. Это неплохо но то как вы это делаете вызывает вопросы. То как вы делаете вызывает серьезные вопросы. и опасения по поводу вашей самостоятельности уверенности в себе и так далее. Да у вас есть все что нужно для жизни вы это сами говорите. Это безусловно очень здорово и я вам верю у меня нет оснований вам не верить. но вероятно там у вас все хорошо где есть контроль и вероятно все не очень хорошо где контролировать невозможно где гораздо важнее отдаваться своим чувствам отдаваться своим переживаниям там вероятно вам сложнее и когда вы приходите в отношения и начинаете контролировать себя человека то ничего хорошего с этого не получается а контроль нам нужен только в одном случае когда мы чего-то боимся так может быть вы как раз и тратите свое время на борьбу со страхом в том числе посредством другого человека может быть хватит может быть пора это менять а не то что вы поменять пытаетесь скажем так давайте вот на этот вопрос постараемся ответить ответ я очень надеюсь что помог вам очень надеюсь что для вас это было интересно очень надеюсь что для вас это было полезно я вам благодарен за обратную связь по моему ответ это позволит вам начать работу над собой я желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью вам она пригодится до 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 Продолжение следует...